Теперь, значит, существующим путем. Ну, вот смотрите, как практика. Практика бывает разная, да, кто-то выдает вот ведомости с накладкой, да, то есть мы сейчас будем ставить на сечение по существующему пути, конечно, там, где у нас стрелка, где у нас пересекается, объемы будут дублироваться. Чтобы они не дублировались, соответственно, мы можем какие-то оси исключить, то есть создать, допустим, подсчет объемов отдельно до стрелки, отдельно после стрелки. Сами оси исключений можно, допустим, брать, скорректировать, если вы нажимаете на них, появляются ручки, скажем, там, в тех местах, где они наладят на соседний путь, можно их вот так вот уменьшить, чтобы объемы зимполотна не захватывались по соседнему пути. То есть можете вот так вот отрегулировать те оси исключения, допустим, вот после вот расхождения, да, они чтобы не пересекались, и, значит, в подсчетах объемов, вот эти вот объемы уже не фигурируют. Так, ну только после этого нужно заново просто перевыполнить этот расчет после того, как оси исключения подредактированы, то есть нужно выходить, заходить в расчет материалов и заново этот расчет выполнить. Мы это сделаем сейчас, сразу же вместе с построением, после построения оси исключений, значит, пересчитаем старый расчет и сделаем, значит, новый. Ну вот там, где у нас все-таки стрелка, ну, давайте, ладно, пока не будем как бы бить на участке, ну, по идее, можно просто создать для группы оси исключений, до и после, вывести отдельно, как бы по ней таблице, объемы, а дальше, там, средствами обычной системы, объемы, единый, это считать. Так, создаем оси сечения, а вкладке главная, панель виды профилей сечения, иконку оси сечения. Нажимаем клавишу Enter после вызова команды, указываем, по какому классу, по пути 1, окей. У нас уже есть группа оси сечений и пересечения, но эта группа нам не нужна, это было чисто для профиля, да, нам нужно сформировать новую группу оси сечений. Вот на иконке рядом с выбором группы оси сечений, нажмите на черный треугольничек, или просто сразу на иконку создать группу оси сечений. Значит, открывается окно создания группы оси сечений, пишем т.п. в качестве имени поперечники, стиль оси сечения, агитр оси сечений. Так, сейчас я хотел проверить, чтобы старые оси сечения не у нас на каком слое, пересечении на трассе, да, мы потом этот слой скроем, чтобы вот эти вот пересечки поперечники не продолжались. Агитр оси сечений, дальше то же самое делаем в источниках данных. Оставляем черная земля, оставляем стрел, АЗП плюс стрелка один, коридор проект, все остальные галочки отключаем. Значит, для поверхности АЗП плюс стрелка один ставим стиль по звеному полотну, звеному полотну, для коридора проект, стиль ЖД-коды, окей. Нажимаем ОК, дальше в методах создания оси сечений выбираем по диапазону пигетов. Значит, шаг оставляем 20-20 метров, про ширину теперь не забываем, ширину задаем, захват влево 20, захват вправо 20. Причем, вот чтобы потом вручную, да, не редактировать, мы, в принципе, можем, мы в дальнейшем тоже с вами будем создавать еще трассы смещения по полосам отвода, даницы полосы отвода, можно делать еще привязку левого и правого захвата к какой-то трассе. Ну, трасса, значит, обредактировалась, и, значит, у нас будет оси сечений доставилась не так вот эффективной очередной, а с определенным захватом по привязке к каким-то трассе. Ну, и то, что я вам говорю, что можно видеть, да, на части, можно создать оси сечений, вот, за два приседства, допустим, сначала создать на участке до стрелки, потом после стрелки. Просто используем два раза команду создания оси сечений и задать пигет начала, задать пигет конца. Нажимаем ОК, Escape, вот у нас оси сечения создались. Вот, опять же, можно подредактировать их ширину, чтобы они не захватывали соседние. По проекту, по существующему пути, можно оси сечения отредактировать таким образом, чтобы они не залазили на путь проекта. Или, как я говорил, сделать привязку к трассе, и тогда, если у нас была бы трасса здесь посерединке, какая-нибудь включена, создавалась, была ширина оси сечений, такая, чтобы, значит, строилась. Какие-то оси сечения, если хотите, можно удалять тоже варианты. Если вы считаете, что, значит, уже достаточно хорошего дела. Так, теперь приступаем к расчету объема знаменных работ. На вкладку «Анализ» переходим. Панель объема материала. Иголка справа наверху. На этой панели расчет материалов. Мы теперь выбираем уже путь 1. Выбираем группу сечений PP. Нажимаем ОК дальше. Критерии объема работы мы уже создали. Выбираем критерии в списке земработы. Поверхность черной земли и черная земля. ЗП плюс стрелка 1. ЗП плюс стрелка 1. ОК. И создадим таблицу, еще рядышком в чертеже, уже по существующему пути. Нажимаем на иконку «Таблица общих объемов». Но вы даже не понимаете, что мы сейчас тоже грубо подходим. Естественно, никакие нарезки мы с вами не делали. То есть, то, что нужно еще как бы делать. Для этого нужно специальные элементы конструкции применять. Созданные с обассемблей композеры. Такие элементы конструкции я буду вам после еще передавать. Я их еще просто не успел сформировать так, чтобы они работали нормально. Дальше. Стиль таблицы «Выемка насыпь». Укажите группу осень сечений PP1. Перечень материалов. Список материалов. Галочку разбивки таблицы тоже можно выключить, как и в предыдущий раз. ОК. И вставить левый верхний угол таблицы «Чертеж». Вот у нас по существующим. И все получились объемы. Объемы, конечно, существенно меньше, потому что мы, по сути, сохраняем здесь им полотно. Я уже про нарезку ступок сказал. То, что никакую нарезку мы не делали. Она просто у нас еще добавилась немного выники. Ну, в тех местах, которые я вам показывал, со стрелками, которые мы, кстати, отрабатывали. Когда мы выполним изменение модели нашего коридора и выполним срезку, значит, тогда у нас еще получится, чтобы объемы переведутся из выемки в нас. Теперь вот эти пересечки, которые были, мы можем скрыть. Ну, и вообще, если поперечники, да, вот хотите скрыть, тоже они находятся на своем слое, на своем слое агитровой оси сечения. То есть, при желании, через работу со слоями, можно включать и отключать. Ну, пока оси сечения оставим, а вот слой, который называется агитр пересечения на трассе, мы выключим. То есть, те оси сечения с захватом 1 метр, 1 метр лево, 1 метр вправо, которые мы с вами применяли для заполнения по профильной таблице в существующем пути, они выключаются, а отклонения продолжаются. Так, вот еще у меня один момент хотел рассказать. Хотел рассказать его еще тогда, когда мы занимались прочетом анализов и копировали информацию из окна панорама. Хотелось еще сказать следующее. Вот этот метод копирования через бухеробмен из редактора данных, это очень эффективный способ получать какую-то информацию для вставки, допустим, в отчеты. Ну, например, такую информацию мы можем ставить по точке. У нас в конвигаторе есть коллекция точек, да, вот, допустим, по левому и правому рельсу. Вот, и, конечно, мы с вами, когда будем говорить о подготовке данных для выноса в натуре, будем потом по модели коридора получать точки зимполотна, допустим, вот, и будем перегонять уже в текстовый файл выходной. Конечно, мы будем уже использовать специальные средства экспорта данных в текстовый файл. Но так по-быстрому, да, можно, допустим, получить информацию и через редактора. Также нам нужно получить отметки и координаты точек по левому рельсу. Можно челкнуть на группу точек левый рельс, правой кнопкой мышки, редактировать точки, вот они отображаются в точке редактора. Причем в любом редакторе мы можем настраивать, какие столбцы будут отображаться, какие не будут. Кстати, у нас, наверное, с вами тут как раз разница имеется. Потому что у меня вот выключены столбцы, то, что мы настраиваем с вами в редакторе, оно сохраняется, какие столбцы нам нужно отображать, какие не нужно и в каком порядке. То есть для этого можно нажать правой кнопкой мышки на имя любого столбца и галочками включить, выключить, какие нам столбцы нужны, какие не нужны. Можно с точками оставить, например, номера, северо-восточное положение, выключить имя, выключить описание, оставить отметку. Итак, номер северо-восток отметки. И цирк отметки. То есть все столбцы. Зачем столбцы действительно можно еще сразу менять порядок установки. Вот, получили вот такой вот редактор настроения. И действительно, видите, когда мы его закрываем, вызываем снова, у нас вот эта настройка, она сохраняется. В другом чертеже, если вы откроете, те же самые настройки будут работать для редактора. Он здесь сохраняется. Ну, смотрите, допустим, нам нужно сделать вот такую вот ведомость по точкам рельса. Мы можем, еще здесь справа, вернее, выбрать точкой, выбрать первую, с задатой квадратой 6.6 последнюю. В правой кнопке мышки вызвать статистное меню и копировать буфер. А дальше открыть Word Excel или какой-нибудь, не знаю, блокнот в любую программу и ставить сюда данные. Вот у нас получается вот такой быстрый, эффективный способ, без дополнительных движений. Мы получаем и текстовый файл или файл, а уже в который дальше вставляем какой-то отчет. Это я продемонстрировал, значит, с точками, продемонстрировал для этого с объемами. Можно с любыми редакторами работать, например, информацию, расскажем, по геометрии, трасс, точно так же можно скопировать. Мы сейчас сами вот работали с редакторами, по редакторам. То же самое, использовали одно панорама. Вот эти все вещи можно скопировать и ставить в отчет. То же самое, нужно слабо-то какие-то отключить, какие-то выключить и расставить их в нужном порядке. То есть получить информацию, которую в дальнейшем будете использовать для сохранения ведрости. Так, вот этот момент я подсчитал важным, поэтому обратил на него внимание. Теперь, конечно, мы используем не только для подсчета объемов, но и еще должны создать поперечники. Вот, собственно, сейчас и создадим эти самые поперечные профили. А дальше, когда будем редактировать проект, мы будем уже смотреть и на объемы земли, и так далее только будет сменяться вот эти поперечники. Сразу подращу прощения, то, что еще не до конца доделан на обламление. Буду, работая над этим вопросом, я в любом буду складывать эти вопросы, работать, значит, гиперная спуссия. И, значит, с вами будем делиться, значит, шаблонами, которые будут появляться нужными настроениями. Итак, на вкладке «Главное». На вкладке «Главное» мы должны вызвать на панели виды профилей сечений команду создания видов сечений. По аналогии с продольниками. То же самое есть сечения, сами разрезы, причем разрезы не только поверхностями, разрезы трубка и разрезы конструкции коридора. Они должны отображаться на стенке, на виде весечения. И, конечно, мы сразу создадим несколько видов сечений. Можно использовать команду создателей сечений для создания одиночества поперечники. Вот создание нескольких лида сечений, создается, значит, несколько поперечников. Итак, создать несколько лидов. Открывается мастер создания нескольких видов сечений. Мы начинаем с того, что определяем по какой трассе и по каким группам осечениям будем создавать. Начнем с трассы, допустим, проектной и два оси. Поперечники группы осечения ПП. Мы можем вывести, конечно, не все поперечники, а по трассе в указанном диапазоне пикетов. То есть на каком-то участке, как пикет ПП. Мы сейчас выведем по всей трассе. Дальше, стиль вида сечения. Вот я говорил о недоработанности, вот здесь как раз-таки немножко недоработанно, но, в принципе, оформление по планабельному ГОСТу похоже. Пока. Для учебных целей мы этим можем воспользоваться, да и практической задачей вовсе этим воспользоваться. Потом просто в автокаде доработать, привести в нужное соответствие. Так, выбрали стиль вида сечения, дальше размещаем эти сечения на странице размещения сечения. Мы еще с вами будем работать с такой задачей создания выходных листов. Ну вот выходные листы для сечений настраиваются сразу вместе с их созданием. Либо мы можем использовать черновой режим, то есть просто их сделать в модели, потом вывести на листы уже стандартными автокадовскими средствами. Либо мы сразу можем определить на каких листах, какой формат мы будем выводить из их чертежей. Значит, указываем выходные чертежи. Мы сразу сейчас подготовим их для размещения на листах. Дальше шаблон листа поперечных сечений. Нажимаем на иконку с многоточием. Программа нам предлагает выбрать компоновку. Но вот эти компоновки у вас отличаются, потому что у меня уже старый файл погружается, который я в прошлый раз использовал уже. Наш российский у вас предлагает использовать американский шаблон. Чтобы перейти тоже к тому же российскому шаблону, как у меня, нажмите на иконку с многоточием имя права шаблона. И мы попадаем в стандартную папку расположения шаблонов с ULTD, папочка template. Вот здесь автокадский у меня прикрус и другие шаблоны. Шаблон для выходных чертежей находится в папке plan production. Открыть ее. И здесь есть шаблон, даже два шаблона. RussiaCL 3D Metric Section 100 для вывода в масштабе 1.200. И RussiaCL 3D Metric Section 200 для вывода в масштабе 1.200. Мы выберем, например, для вывода в масштабе 1.100. RussiaCL 3D Metric Section 1.100. Открыть. Мы еще поговорим в дальнейшем о том, как создаются шаблоны. Это будет для вас полезно, будьте здоровы. Будет полезно, конечно, для автоматизации создания листов. Сейчас выберем компоновку, которая пока есть в наличии. Здесь есть несколько компоновок формата A3, A4, 2, 100 и так далее. Значит, выберем формат A3 с четверенной листы. А3 на 4, альбом. Ок. Вот. И переходим. Так, диапазон смещения пропускаем. Ну да, диапазон смещения, что это значит? Это значит то, что у нас есть ось сечения, и мы поперечники делим за разы равной к ось сечению. Если хотим, мы можем захват лево и вправо уже на самом поперечнике в выходном уменьшить. Увеличить смысла не имеет, конечно, потому что, если у ось сечения не захватывает какую информацию, то там не будет пусто, ничего не отражаться. А уменьшись, конечно, мы не можем, если это будет нужно. Например, сделайте какой-то вот равной всей ширины. Диапазонный отметок мы трогать не будем, потому что в этом случае лучше, конечно, положиться на автомат, что программа сама подбирала верх-низ для каждого поперечника. И будет это делать и при обновлении поперечных профилей автоматически. В параметрах отображения сечения что мы видим? Мы видим то, что у нас есть те источники данных, которые мы уже использовали. Значит, черная земля, поверхность земного полотна, проект мы уже назначили в своем стиле. Но кроме этого, появились данные расчета объема. Мы рассчитывали объем земляных работ, вот у нас объем земляных работ есть, и мы можем в земляные работы показать свои штриховки. Нажмем в столбце стиль для земляных работ. И выберем стиль, так, какой бы нам стиль подобрать. Почему я переживаю? Потому что стандартные стили, они на других штрихов основаны. Ну, ладно, в конце концов, если что, потом отредактируем. Выберем стиль, допустим, борт грунтно-сыпной. Потом, у меня уже есть, вернее, вот эти вот настройки для поперечных профилей. Я вам показывал файл уже с готовым поперечником. Вчера, когда демонстрировали работу. Просто-напросто, чтобы сейчас не тормозиться, не обновлять наш чертеж и не переписывать опять всем файл, мы просто возьмем какую-то штриховку, которая есть у всех. Если результат будет совсем плохой, тогда уже запустим обмена файлов. Итак, гост, борт, насыпной. Нам главное суть, то, что у нас есть земляные работы, мы назначаем нужный стиль. Потом в том шаблоне, который я завтра перепишу, конечно, там будет уже стиль в стриховке нужных. Здесь написано. Значит, стриховка земляных работ. Так, теперь, что у нас еще осталось? У нас остались метки. Метки. Метки у нас есть стандартные. Стиль метки и больше никаких нет. Вот этот стандартный стиль меток тоже потом я заменю на полочки-скриночки по ГОСТу. Вот, сейчас нам нужно отредактировать этот стандартный стиль, иначе наши поперечники будут снабжены такими пугающими метками из стандартных настроек. Значит, еще осталось изменить метки. Открывается у нас стандартный. Вот, и нажимаем на иконку рядом «Редактировать». И переходим на вкладку «Метки». На этой вкладке у нас будут создаваться эти метки разные, просто какого-то смещения, какие-то сегменты, какой-то подписываться. Все эти метки удаляем, просто нажимаем на красный крест. Окей. Окей. Ну, вам потом в практически работе это будет делать не нужно, потому что тот шаблон, который я сохраню, даже вот этот стандартный стиль меток, даже то, что мы сейчас сделали, уже будет сохранено. То есть вам не нужно будет стиль корректировать. Дальше. Переходим к странице области данных. Это настройка уже по профильной таблице сечения. Выбираем для масштаба сотого, по густу форма одиннадцать, масштаб сотого. Ну, в принципе, здесь все оборудование, что для автомобильной дорожки, для железных одинаково. У нас будет по профильной таблице, видите, внизу по стиле. Боковик. Верхняя пустая графа для уклона длины. Мы запомнили этот уклон длины тоже. Отметка земляного полотна, отметка фактическая земли и расстояние. У вас абсолютно то же самое. Только надо задать, конечно, свои правильные источники данных. Для отметки земли должна быть черная земля, соответственно, конечно же. Для земляного полотна выставляем поверхность за темную стрелку от земли с торца. Поверхность одиннадцать, поверхность два. Так, таблицы видов сечения. Ну, здесь нам тоже не хватает таблиц в том файле, который мы используем, но мы таблицы загрузим из файла расширить его 3D-метрик. Пока у нас таблицы видов сечения нет, для отображения вот сбоку, подписи, имеемых насовыми. Ну и добавим их чуточку попозже, когда создадим боперечник и репортируем уже нужный стиль, и тогда эти стили назначены. Нажимаем на кнопку «Создать виды сечения в нижней части окна». и щелкаем где-нибудь в свободное выстое чертежа чуточку подальше, чтобы, конечно, было место для размещения боперечника. Ну, тут уже программа будет думать, это из-за того, что вот эти метки мы отредактировали, поэтому они отображаются. Поперечник, как вы видите, получились, отметки фактически отображаются, отметки земли отображаются. мы сейчас еще углом длину настроим, чтобы отображалось. Дальше потом, когда вы будете работать, это будет трудно сходить уже на автомате. И подсчет объема землиных работ мы тоже с вами настроим. в нашем сайте. В масштабе он редактируется, как и для поперечников, через SSD. Т.е. вот график у нас сейчас один к одному, если мы хотим сделать другой, мы можем сделать другой. Там 1.50. Давайте приводить все это чувство в порядок. Начнем с того, что наиболее режет глаз, с зеленых работ. Вот, значит, зеленые работы мы с вами будем встряхивать как выемку, так и нас, потому что мы такой подчет с вами делали. Если бы хотели отдельно встряховать только нас, как нужен, по сути, мы бы должны выполнить отдельный расчет, отдельно по нас, отдельно по выемке, чтобы у нас результаты расчета по нас можно было отдельно застрековать. Итак, разберемся со штриховкой на вкладке «Параметры». На вкладке «Параметры» у нас есть раздел «Общие». «Общие» и «Универсальные стили». «Универсальные стили» — это стили таких настроек, которые применяются в разных объектах, в разных ситуациях. Это различные маркеры, характерные линии, которые мы с вами устраивали, штриховки, обкосов и так далее. Здесь же есть и стили фигуры в последний пункт. Я вам предложу, какой стиль используют для штриховок. ГРУНТОСЫКНОЙ. Вот это, да? То есть здесь есть просто ГРУНТОСЫКНОЙ, а есть ГРУНТОСЫКНОЙ. Сейчас. ГРУНТОСЫКНОЙ. ГРУНТОСЫКНОЙ. Смотрю, чем они отличаются. ГРУНТОСЫКНОЙ. 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 и другими настройками. Учебные пособия, кстати, рассматриваются, как создать свои стили для участков. Либо в стиле фигуры, где у нас фигурирует тоже штифовка. В нижней части окна есть штифовка-компонент, который мы, соответственно, можем настроить. Дальше, смотрите, у нас есть направление просмотра. То есть мы каждый объект в стиле можем настраивать, как стиль будет работать с разных проявлений. Как будет у нас объект отображаться в плане, в 3D-модели, в продольном профиле, в поперечном сечении. Мы работаем сейчас с поперечным сечением. Если вас интересует, как будет на поперечнике этот шлифовка отображаться, мы переключаем направление просмотра на сечение. То есть мы настраиваем, как будет отображаться именно на поперечнике. А дальше вы можете настроить, с каким цветом будет отображаться, как линия, так и с площадь самой шлифовки. Но линию можно вообще выключить. Выключить лампочку, чтобы контур у нас не отображался. Получить зону насыпи, выставить какой-нибудь другой цвет, например, красный, чтобы таким вот цветом выражаться. Красный цвет. Дальше мы настроим образец шлифовки. Нажмем внизу на образец, на это название аркона, который у нас есть, обзор. Так как мы с вами взяли файл геоникса, у нас вот, пожалуйста, геониксские настройки. Тут разные, самые разные. Можно здесь выключить, указать. Можно какой-нибудь подобрать подходящий, подходящий стиль. Да, или можно тоже самое оставить, чтобы тогда не дадать обходу. То есть я вам показал, что можно взять другой образец. Но оставим, не будем сейчас выбирать, оставим тот же самый. Единственное, вот масштаб, конечно, надо отредактировать. То есть я сейчас подберу такое назначение, как выбирать 1, слишком крупное, 0, 1, тоже. Можно поставить масштаб 0,0,25. И вот у нас, смотрите, земляные работы, они шлифуются. Вот черная земля, вот земляное полотно. И получается у нас шлифовка района земляных работ. Так, здесь мы просто конструкции не имеем. Это стрелка, площадка стрелки. Вот, здесь у нас конструкция, отображаются две из-за того, что мы не отредактировали, я не отредактировал по сечению на заклады соседний пус. Кстати, вот это особенность именно 12-й версии CIVIL 3D. И даже из-за вот этой вот особенности я 12-й версии CIVIL 4D начал использовать чуть ли не с альфа-версии, когда мы за полгода до выхода. Потому что все предыдущие версии CIVIL 4D отображали разрез коридора только по текущей базовой линии. И когда создаем сложные коридоры, мы тоже будем делать дальше водоотвод, например. Ну, а с дорогами. У меня, например, тротуары были на своих трассах. Некоторые, значит, элементы, такие как прождение, тоже на свои трассы сажал. Приходилось делать несколько перечек, которые потом в автоказе объединялись. И на 12-й версии программы мы можем сразу, допустим, по станции сделать разрез и показать все пусы. Ну, конечно, мы там, где у нас существующий пус, нужно тоже. Ну, говорю, мы сейчас с вами обучение целей используем. Конечно, мне хотелось бы, чтобы максимально было все красиво и хорошо, и правильно. Но тут тоже мы уже ограничены простыми возможностями, которые сейчас есть у нас в рамках обучения. Так, ну вот, поперечники, значит, у нас зашлиховались. Теперь что у нас еще здесь недоработано? Недоработано, видите, у нас отображаются маркеры. Маркеры, конечно, хорошо, когда мы работаем с конструкциями именно в компоновке, а на выходные поперечники эти маркеры не должны отображаться. Значит, чтобы эту ситуацию исправить, нам нужно... Сейчас посмотрю, какие там стили используются. Используюсь у нас для точек. Стиль. Стиль, стиль, стиль. Значит, некодированные. Некодированные. И, наверное, основные. Ну да, такие есть. Некодированные. Для некодированной точки и основной для всех остальных закодированных точек. Так, ну и еще, да, еще вот эти вот точки, они уже правильно настроены. Они скрылись, видите, сами. Промки балластной кризины. Вот, чтобы вы скрылись другие точки, мы тоже их настроим. Итак, это тоже универсальные стили. Причем все эти действия, которые мы делаем, я говорю, они все сохранятся в шамбун. Уже вам не нужно будет поднять исправление на систему, даже повторение вашего. Итак, раскроем в универсальном стиле, общий универсальный стиль, стиль маркера. Найдем стиль маркера, некодированные. То есть, вот эти вот серенькие точки, некодированные. Правая кнопка мышки на название этого стиля, редактировать. Так вот, здесь вот тоже, видите, у нас настройки идут разные для плана, для профиля и для сечения. Чтобы эти точки отображались в плане, то есть в конструкции, мы, видимо, с маркера оставим. Нам это удобно, конечно, и нужно. А вот, чтобы не отображались эти точки на сечении, нам нужно перейти в направлении просмотра сечения и выключить лампочку отображения маркера. Окей. И на всех поперечниках вот эти серенькие точки исчезнут. Потому что мы их выключили отображение сечения. А в конструкции, где они у нас были, это план, получается, отображение плана. Они остаются, то есть, ними можно работать. Но это просто мы исправляем в мою наработку, недоделанность, значит, шаблон. Итак, теперь найдем стиль основной в маркерах. И то же самое сделаем с этими фиолетовыми маркерами. А, еще нужно выход на рельеф отправить, чтобы эти точки не отображаются. Значит, основной редактировать. Тоже перекладим направление просмотра сечения, маркер. И выключаем лампочку видимости. Окей. Значит, эти маркеры тоже исчезают. Остались только по выходу на рельеф. Сейчас посмотрю, что за маркеры здесь использовались. С таким названием. Так, это у нас выход на поверхность. Опятьность, присоединение вылетов, присоединение вылетов на рельеф. Находим теперь стиль маркеров, который называется выход на рельеф. Выход на рельеф то же самое. Редактировать. В управлении просмотра сечения выключаем лампочку. Окей. Потом нам нужно еще найти выход на рельеф конфеты для выемки и конфеты для насыпи. Вот они называются. Стили маркер, присоединение выемка, присоединение насыпи. Редактировать то же самое. Я сейчас это исправляю, чтобы не забыть, чтобы потом, когда у вас будет шаблон, значит, вы можете спокойно уже дальше с ним работать и отвлекать на эти вещи. То есть, если кому-то неохота, можете за мной эти вещи не повторять, но оставить ваше сечение какие-то, потом просто взять лампу. Так, и еще остался последний стиль. Это неожачок. Так, надо посмотреть еще раз, чтобы я очень помню, что это за маркер исполнилось. Так, присоединение выемки, присоединение насыпи. Непрорезность. Так. Так. Ну ладно, вот надо уже просто отыскать, что это за стиль. Так. Так. Ну ладно, босс. Одну точку уже, ничего страшного Потом, значит, найдем и справимся Ну, в конце концов, можно по всем мастерам просто прочевать А красный, это, значит, как он называется? Присоединение объемов Вот это, присоединение объемов Черт, пуль, щерт, щерт Просто не так и нет, это. А кто? Мир? 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 Пускай секундочку сразу это подправишь и потом вы это сделаете А, ну вот, это, наверное, пределы пювета, да? Да, точно, этот маркер называется пределы пювета последний Все, я их подправил, значит, тоже это точка исчезла Значит, никакие точки не отображаются Теперь, значит, чем мы с вами займемся тем, что нам нужно заполнить еще вот эту табличку клон-длина Ну и, конечно, нужно еще, значит, поперечника отобразить в себя стиль Загрузить, вернее, в наш чертеж стиль таблицы, чтобы сбоку показывалось на себе интернации И этот стиль мы возьмем из стандартного шаблона Ну, давайте с этого, наверное, начнем с того, чтобы сейчас создадим новый чертеж Если бы его закрыли, как и я Который мы сделали на основе шаблона автокакс и у 3D-метри Мы создаем новый файл Создать чертеж Автокакс и у 3D-метри крус Открыть Создали новый простой чертеж на основе стандартного шаблона Потом переходим в чертежное значение Наш рабочий чертеж И в накладке параметра Сворачиваем, значит, наш текущий чертеж Главное представление, конечно, должно быть включено Открываем вот новый пустой чертеж И находим, значит, что нам нужно Нам нужно найти с вами Так, сейчас я еще одну вещь проверю Чтобы, возможно, если нам не повторять эти действия Не повторять эти действия Значит, еще хотелось показать Посмотреть про фон длина А если у нас стиль На месте есть Не надо копировать Итак, значит, нам нужно найти Какой стиль? Стиль, который относится к виду сечения Значит, коллекция вид сечения И внутри папочка стиле таблицы Есть у нас общий материал Есть у нас просто материал Вот нам нужен общий материал Чтобы информацию об интернации Отобразить Значит, берем внутри Вид сечения стиля таблиц Общий объем И всю эту папочку Общий объем перетаскиваем Стиль уже содержит Значит, таблицы стандартные Перезаписать, конечно Перезаписать Вот, теперь, значит, мы должны добавить Вот эти вот таблички Чего мы не сделали с самого начала На каждый поперечник С информацией об интернации Так, лист мы, конечно, большой стишком взяли Для компоновки Может быть, тоже Значит, выбираем Поперечник Любой поперечник Который вам попадется под руку Правой кнопкой мышки Щелкаем И задействуем команду Свойства группы видов сечений Мы должны отредактировать Не одиночий поперечник А все сразу Свойства группы видов сечений Итак, вкладка сечений Нас интересует Так, нет Не сечения А вкладка вида сечения Виды сечения Убираем виды сечения Дальше Здесь есть возможность Изменять настройки По профилю таблицы Сразу для всех поперечников Изменять настройки смещения Проказывать метки Нас сейчас интересуется Таблица изменения объема Нажимаем на иконку с многоточием Столк цель Таблица изменения объема Значит, открывается у нас окно Вот В котором мы Выбираем Тип Общий объем Из тех таблиц Винка нас 11 Щелкаем на кнопку Добавить В этом окне Мы можем отрегулировать Положение Положение таблички Видите, у нас есть Привязка Возможность создавать Привязки С правой Вверху Внизу Мы можем Табличку Относить на поперечнике Установить Для нас место Ну, как правило Используются настройки По умолчанию Мы их Сейчас тоже используем Просто нажимаем на кнопку ОК И еще раз ОК Закрываем Существу Группы Видов сечений Что у нас получилось В результате Появились У каждого Поперечника Информация О Выемке Насыпи Которые Соответственно Нормативные Требования По оформлению Чертежей Нужно, конечно, показывать Эти метки Эти метки Эта Табличка Скажем Она будет Динамической Теперь Мы Внесем Настройки Еще Чертежа В чертеже Вот и сейчас Те настройки Которые Мы сейчас С вами Будем делать Они В дальнейшем Будут сохраняться И можно Дальше В работе Не отвлекаться Но то Что мы с вами Настройки Тоже задействуем Это тоже не плохо Потому что Мы делаем Под определенное Оформление Под определенную Задачу Допустим Вы Дальше Будете Примерно Понимать Начальное Понимание У вас будет Как Эти настройки Мы Будем говорить Подробно Потому что Конечно Хорошо Что у вас Есть я То что вы можете Ко мне Обратиться И я могу Управлять И Соответственно Какие-то Корректировки Того что сделано Вносить Но Естественно Не всегда Бывает Доступно Всегда Можно Это сделать Оперативно Вот Конечно Неплохо Будет Чтобы Какую Какую Информацию Об этом Получили И Умели Для Стиль Стиль Набора Кодов Я вам Показывал Все Коды Точек Звенит И Уфор Которые Которые У нас Применяются Альтернативные Альтернативные Режим Через Метки Мы Создадим Такие Метки Сечений Которые Будут Попадать На свою Строчку Тем более Что эти метки Уже есть Готовые Настроенные Нам Нужно Нужно Отобразим Почему Возьмем Полотно Мы Покажем Метки Находим Общий Универсальный Стиль Набора Кодов Мы Можем Показать По Одним Данным Кодов По Другим Данным Итак Находим Тот Стиль Набора Кодов 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 Открывается Список Кодов Точки Звенья Фигуры Можно Нажать Минус Категория Звено Звено Значит Звено Имеет Код Верх Земполотна Верх Земполотна Вот Это Звено Мы С Вами Знабдим Метками Для Верх Земполотна Торцы Стиль Метки Щелкаем Левой кнопкой Мышки На Иконку И Выбираем Набор Меток По ГОСТу Автомобилю Потом Я Открываю Отправление Такое Практически Вот 21701 Уплод Длина И Масштаб 100 Масштаб 1.100 Ок 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 И Вот Под профильной таблицей У нас появляются Строчки Уплод Длина То есть По земленовому полотну По коду Семь полотнами Если мы хотим Отобразить Допустим По откосам Соответственно Можем еще Для откосов Показать Ну вот Тот стиль По умолчанию Который у нас есть Он показывает Он в промилле По откосам Конечно же Надо бы Сделать Вариацию Настройки Чтобы показывался Вон Не в промилле А относительно Один в полутора Ну если хотите Можно сделать Пока Стандартный какой есть Нарактировать Найти Раздел Звено Только уже Год Какой нам нужен Выход на поверхность Выход на поверхность И для этого Кода Выход на поверхность Кода Звена Тоже Выставляем Стиль метки Точно такой же Уплод 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 Завтра Я буду рассказывать Про метки Как они Устроены Как они Можно Настраивать Сейчас Покажу То Что можно Поменять Единицы Измерения Высота В длине Меняем Настройки ОК 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 . Это Из-за того Что Наверное округляется Я понял Да Потому что Один к одному bash Точность Прображения Это округление Canada Точность Разтрек ОК Э Так, замечательно. Что у нас осталось со временем? Ну конечно водоотводом мы тогда уже начнем заниматься. Завтра, да, просто хотелось... А, да, мы еще поперечник сделали по другому пути, по существующему. Давайте их сделаем, все это повторим заодно. Заодно уже у нас будут заработать настройки стиля, которые мы уже отредактировали. Не надо, естественно, все это будет повторять. Итак, выполним команду на FAP главная, панель виды профильных сечений. Команда создать несколько видов. Создать несколько видов. Теперь выбираем трассу пульс 1, ось в окне создания несколько видов сечений. Вот на FAP главная, виды профильных сечений создать несколько видов. Значит, выбираем трассу, выбираем группу сечений специально для поперечников, созданную FAP. Стиль вида сечения. Масштаб 100. Переходим к размещению сечений. Ну, у нас, как вы видите, поперечников слишком было мало, чтобы их размещать на листе А3-4. В этот раз мы давайте формат поменьше возьмем, тем более, по существующему пути еще меньше будет поперечник. Значит, выбираем шаблон. Вернее, шаблон у нас уже выбран. Выбираем компоновку просто поменьше. Возьмем лист, допустим, А4. Ну, не знаю, сдвоенный, мало ли это, не мало, но А4-4. А4-4, окей. Теперь диапазон смещения. Выпускаем диапазон отметок. А, да, кстати, у нас трасс берется, чтобы обнеброваться от начала до конца. Возьмем, перейдем на вкладку Общие. Вернемся. Поставим заданные пользователи. Чокнем на иконку выбора начала. Укажем точку начала, с которой мы будем эти поперечники отображать. То есть, конечно, не имеет смысла отображать просям, которые у нас были в пустыре. Но там же начинается коридор. Пикет на 397. И конечный пикет у нас будет тоже там, где коридор у нас заканчивается. Пикет 402.00. 397, наверное. 402.00. Теперь переходим на страницу. Параметры отображения сечения. На этой странице нам уже менять не надо, конечно, метки. Метки мы с вами отредактировали. Для земельных работ ставим стиль тоже отредактированный. Как он мы редактировали. Возьмем, высыпной. Ок. И переходим к странице области данных. На этой странице выбираем набор данных по масштабу 1.100, форма 11. Здесь, теперь у нас, когда появились строчки по профильной таблице, для отметки земельного полотна ставим источник данных для заполнения поверхность 1 и поверхность 2. Выставляем как ZP плюс стрелка 1. То есть все. Отметка земельного полотна будет заполняться по поверхности земельного полотна. И на странице таблицы видов сечений выбираем стиль таблицы, двумка нас, масштаб 1.100, добавить. И кнопка создать виды сечений. Ну, тогда можете просто ничего не вставить. Лучше вообще тогда ничего не делать. Вот. И размещаем, значит, эти листы с поперечниками в модели. Нажав левую кнопку мышки. Ну, вот у нас получились, значит, поперечники. Они, как вы видите, уже, как я говорил, настройки делаются один раз. Вот мы сделали один раз настройки. Вот у нас вы по профильной таблицы выполняете блок длина и штрейковки. И, конечно, вы, если возьмете, чтобы он был со своим проектом добудутся, то настройки вам будут доступны. Ну, и дальше я буду эти чертежи шаблона подправлять. Вот. Просто все это связано с тем, что стандартный шаблон, который идет в поставке, уже очень сделан халтурно. То есть многие стили маркеров, допустим, которые мы с вами правили, это стандартный стиль маркера. Вот. Они просто сделаны вот так очень хорошо. Ну, все это приведем в порядок сегодня. Да, те ось свечений, которые мы с вами сделали покороче, вот они получаются, да, покороче. То есть... Конечно, вы можете каждый еще поперечник регулировать его ширину захвата лево-право, если будет желание. Можно это делать и для всех скопин сразу. Это уже такие оформленные свечи. Значит, ну вот, если взять один за три метра, да, свойственные свечения, можно на вкладке смещения указать захват влево-право. Не 20 метров, не 5 метров. Можно... Эти вылезают от метра, да, но тогда лучше, конечно, через оси свечений, как мы с вами один метр на 20 управляли, то же самое, как вы сделали через свойства группы свечений. Для того, чтобы... А если не нравится, что поперечники у нас такие широкие, можно сделать его короче. Когда у нас что-то меняется, вот видите, я менял, они сбились. Неровно располагаются. В любой момент времени вы можете выбрать этот любой поперечник, правой кнопкой мышки, еще область, и выставить команду обновить компоновку и свечения. Ну, например, если вы будете оси переставлять, или вот я, например, захочу в какие-нибудь, допустим, личные... С моей точки зрения, допустим, какие-то оси личные. Вот они тут у меня дублируются, получается, по проектным путей, по существующим, да, нужно взять их, удалить какие-нибудь оси. По ним, конечно, поперечники тоже исчезнут. Вот, появятся вот такие дырки. Чтобы они ровненько все выставились, опять, выбирать любой поперечник, правой кнопкой мышки, обновить компоновку, или свечения. И они уже выстраиваются ровненько, без уже утерянных вот этих вот вещей. Ну и что мы сегодня можем сделать? Мы можем вот эти листы вывести на печать. Ну, конечно, никто не мешает вам работать с обычными автокадовскими, настройками с листами. Честно говоря, вот я не очень сам, например, привык, потому что только в 12-й версии силы начались с течением на листе размещаться более-менее нормальным автоматически. В предыдущей версии программы, вот именно с поперечниками были всякие, как бы, постоянно. на брутансах, вот, и нормальные листы они наверняка не всегда попадали. Вот обычно я их вывожу, как бы, обычным автокадовским образом, всегда листы делаю недовольную правду и показываю. Пожалуйста. Тем более, что я тоже вам материалы, которые я переписал, у вас, конечно, скорее всего, есть свои автокадовские листы. Я вам скинул шаблончик, который, я считаю, один из достаточно удачных. Это не моего производства шаблонов, а у других товарищей, но и сам пользуясь и деливе рекомендую. Вот у нас есть шаблоны, шаблон листов. Обычный автокадовский шаблон, в нем есть множество, видите, различных компоновок листов. Значит, в этих компоновках есть оформление. Вот чем интересно, то, что здесь это представлено в виде блоков, и все вот эти прописи, это как атрибуты можно, значит, задавать атрибуты, количество листов, там, на чем они так делают и так далее. То есть, настраивать текст из сети. То есть, вот так, безднообразно все это можно настраивать, редактировать. Ну, вот сейчас я выберу, ну, не знаю, стадию. Причем, значит, в Express Tools у нас есть вот такие инструменты, как импорт экс-атрибутов. То есть, вы можете в одном чертеже это настроить, импортировать атрибуты, в другие чертежи вставлять атрибуты. То есть, автомат будет подредактироваться с режимом шаблона. Вот. Кроме того, значит, я могу вам оставить дистрибутив, или вы сами можете скачать, потому что мне понадобится дистрибутив по 12-ю нету, по 1-ю. Такое вот вещь, как Autodesk CDS Module. Очень хорошая вещь. Вот раньше CDS Module был, и сейчас он есть платный, от C-Soft, от компании C-Soft, за деньги еще. Вот. Теперь, в 2010 году у нас появился бесплатный Autodesk CDS Module. 12-ю версию этого модуля можно скачать с сайта Autodesk.ru бесплатно. Единственное, там аркетку надо заполнить. Это не долго. Вот. И в этом Autodesk Module есть очень много интересных, хороших настроек. Настроек, например, работы с осями, с выносками по нашему. Вот уже Autodesk CDS Module. Вот отметки и так далее, и тому подобное. И типы линий, да, тоже тут имеется. Можно причем настраивать тут разные вещи. Вот. Через редактор стилей. И есть форматки. Очень неплохие форматки. То есть рабочие чертежи, строительные изделия. И их тут огромное количество уже сразу в CDS Module. Вы можете брать и использовать в своей работе. Ну, по 11-ю версию могу переписать. По 12-ю нужно скачивать. Так. И разместим, значит, на листы. Завершение солнечной работы. На вкладке ленты вывод. 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 Есть автоматизированное оформление выходных чертежей. Мы еще создадим плавный профиль. Мы создадим вот с помощью первых муго-иконов создать рамки лидеров, создать листы. А поперечники создадим с помощью команды создать листы сечения. Тем более все настройки мы уже с вами сделали. Нам осталось только просто создать листы. Нажимаем на иконку Создать листы. Выбираем крассу Путь 1. Имя группы от сечений ПП. Так. Если хотим, значит, можем создать подшипы или постельный. Новый, существующий. То есть ничего не меняем здесь. Только убедились, что группа от сечений стоит правильной. Создать листы. Чертеж требует сохраниться. Накеять. Вот. И появился витебарк. Лист сечения 1. Ну значит зря я похвалил силу, все равно с поперечниками у меня тоже осталось, а почему-то все осталось. А может мне просто не проносили, еще не видел ее дырваться. Не, ну понятно, что... Субтитры сделал DimaTorzok Ну вроде ты работал, по крайней мере раньше сейчас. Почему у нас не сработало, не нужно смотреть. Еще раз создать листы сечения. Два. Два. Создать листы. Два. 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 эта вещь заработала, потому что, я говорю, в 12-й версии, в принципе, она не может работать, может быть, не сразу сходу, как бы автоматом, но вот я попробую сделать такие шаблоны, такие настройки, значит, шаблоны, чтобы эта все-таки вещь работала, потому что я, в принципе, для, значит, в практике с автомобильными дорогами это достигал, достигал нужного результата, может, просто шаблоны, настройки, поставки, я-то заработал собственными разделами, так, ладно, хорошо, завтра будем на следующий день.